Радио Болткома. Утро на Болткоме. Начинается утро на Болткоме. Олег Веков в студии. Всем доброго дня. Утро, если только что проснулись. Четверг. Сегодня 28 января на календаре. Между прочим, сегодня отмечается Международный день защиты персональных данных. Старайтесь никому не разбазаривать, не рассказывать свои там какие-то персональные коды и прочее, прочее. В 1918 году Эстония и Латвия объявляют свою независимость от России. Так что сегодня тоже для нашей страны важная дата. И такой печальный момент, событие, которому исполняется, если я не ошибаюсь, 45 лет. Это катастрофа американского космического корабля «Челленджер», когда буквально на глазах всего мира взорвался космический челнок с экипажем астронавтов, которые должны были ввести свою работу на орбите. 25 лет назад умер известный российский, да мировой поэт Иосиф Бродский, а сегодня исполняется 40 лет актеру Элайджа Вуду, тот самый, который сыграл «Хоббита» во «Властелине колец». Ну, а мы говорим о делах наших, сегодняшних, которые связаны непосредственно с нашей повседневной жизнью. И вот на этой неделе Комиссия по обороне внутренним делам и предотвращению коррупции объявила о публичном обсуждении проекта закона о лоббировании, открытости представительства интересов. И вообще, уже более 10 лет идет работа над этим законом, и по каким-то причинам все время она тормозится. Ну, и сегодня вот мы поговорим о том, как можно сдвинуть этот ВОЗ с мертвой точки, насколько нам нужен ли закон о лоббировании, насколько такие законы вообще присутствуют в других странах мира. Поскольку, вот согласно недавнему опросу СКДС, большинство респондентов, это 74%, посчитали, что в Латвии нужен такой закон, который определяет, как представители общественности могут влиять на лиц, принимающих решения. И сегодня с нами вот на прямой связи эксперт и один из разработчиков, руководитель рабочей группы этого закона, и депутат Сейма Инесса Войко. Здравствуйте, доброе утро, госпожа Войко. Доброе утро. Вот начнем, может быть, с того, ну, самого главного. Чем лоббирование отличается от коррупции? Потому что мне кажется, что многие люди, ну, привыкли немножко смешивать эти понятия. Им кажется, что любой лоббист обязательно, он просто, ну, приносит взятку чиновнику и пытается каким-то образом расположить его к себе, чтобы протолкнуть свое решение. То есть это же практически незаконная деятельность. Вы очень хорошо описали. Я думаю, как раз и отличается вот этой взяткой, если можно так сказать. Это нелегальное влияние на законодателей, на тех, кто принимает решения, и это карается криминальным законом Латвии. И, конечно, мы видим, что люди действительно думают, что лоббирование – это, наверное, что-то плохое. В том же опросе СКДС еще больше людей, то есть 74% считают, что закон нужен, но 85% считают, что законодатели принимают решения в каких-то узких интересах. Значит, действительно, люди думают, что мы работаем не на них, не на все общество, а на кого-то, и они этого не знают. А я сразу вот… Это одна из целей, чтобы предотвратить это все, почему мы затеяли разработку этого закона. Ну вот как раз, мне кажется, очень яркие, действительно, примеры, ведь сколько… У нас есть программа «Добро пожаловаться», и мы постоянно обсуждаем то, что тормозятся законы, которые бы могли решить, разрешить вопрос вот разделенной собственности, и то, что люди живут на земле, которая принадлежит другим людям, хотя у них стоит на этой земле собственность, и это можно было бы сделать. Многие утверждают, говорят, что это все тормозится, в принципе, людьми, которым принадлежат очень большие земельные владения, и которые заинтересованы в том, чтобы этот закон не решался. И вот постоянно мы говорим о том, что идет лоббирование интересов этого узкого круга людей, и вот получается, это действительно правда, вот можно сказать, что лоббируется. Самого закона нет, но, тем не менее, лоббирование происходит. Конечно, лоббирование происходит, оно так же старо, как само законодательство, потому что если есть законы, то есть люди, которым важно, что в них будет написано. И я вам могу сказать, что потому что у нас нет закона, мы не знаем, кто действительно влияет на эти интересы. Я сейчас в парламенте два года, и могу сказать или успокоить тех, кто действительно думает, что это только вот эти интересы, и потому закон не принимается, что это гораздо сложнее. И просто, ну, когда сложно, бывает, что у законодателя тоже не хватает политической воли. Но, в принципе, если говорить про надобность вот этого закона, мы как раз чтобы, когда он был принят, ну, там мы предусмотрели, мы прошли через разные этапы, вот влияние на законодательство, и пытаемся создать систему, чтобы действительно было видно. Потому что, конечно, как у этих владельцев, тоже есть интересы. И мы тоже не можем делать так, чтобы это вообще не принять к знанию, и когда мы принимаем законы. Но люди должны знать, кто и когда и где стоит за этим. Ну, вот мы как раз, да, можем привести и другие примеры. И банковское лобби, и строительное лобби. И понятно, что здесь вот принимаются законы, которые действуют в интересах бизнеса, индустрии. Но, тем не менее, это может затрагивать интересы простых людей. Вот как простым людям защищать свои интересы и заявить о своих тоже желаниях и интересах, которые требуют тоже защиты? Ну, я надеюсь, что, если не сам закон, который мы будем принимать в парламенте, который как раз о прозрачности лоббирования, но разговор об этом и наш разговор с правительством приведет к тому, что правительство и парламент тоже будут более, ну, помогать людям понимать, что свои интересы надо защищать. И интересы легче защитить, если вы вместе. То есть объединяться в негосударственной организации, смотреть на общее мнение, потому что, конечно, когда мы принимаем решение, нам трудно принимать решение, ну, внимание каждого, каждого индивида, но тех, но жителей вместе, например, по вот этому закону, который вы упоминали, конечно, нам надо выслушивать и понимать эту ситуацию. То есть мы хотим принять закон, чтобы, и мы как раз потому вам пришлось употреблять вот это сочетание представления интересов. Мы можем тоже говорить защита интересов, но закон мы будем называть о прозрачности представления интересов. Там не будет слова лоббизма, потому что, ну, как, потому что лоббизм – это действительно то, что, может быть, мы не хотим, но мы хотим прозрачность представления интересов, и мы хотим, чтобы все интересы были представлены. И нам надо придумать в Латвии систему, и это, конечно, проблема во всем мире, чтобы те, у которых меньше денег и ресурсов, ну, например, времени, да, потому что на работу днем надо ходить, а компании могут кого-то нанять, и они сидят в парламенте день и ночь, чтобы вот ресурсы и деньги, даже если их не дают, ну, прямо в руку, что незаконно, законодатели, чтобы эти деньги, ну, не давали такого весомого преимущества. Это, конечно, очень, ну, довольно сложный вопрос. Это такой процесс. Это законом одним просто не решишь, но закон, я надеюсь, станет такой хорошим началом этого. Я, готовясь вот к нашей сегодняшней беседе, ну, интересовался этими вопросами, конечно, очень получилось, ну, немножко поверхностно, но, тем не менее, меня удивило, что в Литве, насколько я понял, что закон, регулирующий лоббистскую деятельность, существует с 2001 года, то есть получается, что нас, соседи, обогнали на 20 даже лет. Почему вот... Знаете как, они-то нас обогнали, но они сейчас являются примером, на который мы смотрим и знаем, как нам не надо делать. Потому что, ну, надо смотреть на, ну, тоже если на такой законодательный процесс этой сферы лоббизма, тоже со стороны, ну, с точки зрения времени и антикоррупции. И антикоррупционные законы вообще в мире, тоже конвенции международные разные, другие обязательства, они вступали в силу в конце 90-х, то есть это было прямо, ну, вот так рано, пока все начали просто говорить про то, что коррупция борется не только криминальным законам, не только так, чтобы посадить людей в тюрьму. И тогда уже, конечно, эксперты поняли, что вообще надо. И сказали, что надо вот закон по лоббизму. Потому что в Америке он уже в то время существовал, не помню, в какой сфере, но, конечно, были страны, где он был. И литовцы сказали, а, ну, вы нам говорите, что надо, мы принимем. Но такого понятия о том, что это такое и как это надо делать, было очень мало. В конце концов, в Литве есть закон и есть регистр лоббистов. В регистре примерно пять лоббистов, ну, может быть, больше, но их можно сосчитать на пальцах. А в парламент ходят бизнесы, негосударственные организации, представители учителей и медиков и так далее. И получается, что они проводили такой подсчет, с кем же встречаются парламентарии Литвы. И оказалось, что вот этими регистрированными лоббистами они встречаются один процент от всех встреч. Интересно, а что же делают другие, когда они встречаются про погоду, говорят? Конечно, они тоже занимаются защитой и представлением своих интересов. Потому нам нужен такой закон, чтобы, ну, мы тоже смотрим не на лоббистов, не только на регистрацию, а на лоббизм как активность, как на действие, которое, и любой, который этим занимается, мы хотим подсчитать с одной или с другой стороны. И в таком плане сейчас в мире за эти последние 20 лет уже как-то вся сфера вот этой антикоррупционного законодательства, превенции и коррупции немножко продвинулась. И сейчас нам немножко легче. Есть законы, которые работают, например, в Ирландии. Мы смотрим на закон Ирландии, в том числе в нашей работе в парламенте. Его приняли в 2015 году. Мы тоже смотрим на Евросоюз, где с лишним 10 лет есть такой регистр прозрачности, где все, которые хотят встречаться с комиссарами и другими высокопоставленными лицами, должны регистрироваться и дать свои данные и так далее. То есть, ну, есть примеры, которые работают. И потому нам тоже легче. Вот говоря про само, действительно, понятие, каким образом можно оказывать влияние, разделяют, ну, вот, насколько я это понял, влияние как бы прямое и косвенное, и в том числе, кстати, такое массовое, например, обращение в органы там с петициями власти считается тоже примером лоббизма, когда организованно граждане посылают запросы, и власть получает вот четкий сигнал, что очень волнует этот вопрос большое количество населения, и в таких случаях принимаются решения в пользу. То есть вот не обязательно это должна быть какая-то встреча с политиками, не обязательно это могут быть какие-то преференции, потому что, насколько я знаю, с этим тоже борются, и сейчас вот буквально в администрации Трампа был принят закон, который запрещает членам администрации президента заниматься лоббированием интересов, там, я не помню, на какой срок, но во всяком случае, чтобы они не могли, я понимаю, использовать свое личное влияние в корыстных целях. Ну да, но то последнее, о чем вы говорите, это называется cooling off period, ну то есть в Латвии тоже есть это по закону конфликт интересов, но, может быть, не в лоббизме, но что ты не можешь после того, как ты был должностным лицом, принимать решения по той сфере, в которой ты работал, потому что это уже прямая дверь коррупции, да, ну то есть как самый, я думаю, яркий пример в Европе, когда канцлер Шрёдер стал членом правления российского газового кабеля Норвии. Да, да, северный поток. Прямо, да, конечно, конечно, кто же не хочет германского канцлера к себе, и это, конечно, проблема, но насчет петиции и вообще такой демократии, конечно, на то, как мы, как законодатели, принимаем решения, почему мы принимаем решения, влияет очень много, много что, но петиции и другие такие демонстрации, письма депутату, они, конечно, являются, ну, тоже тем, на что мы смотрим, но насчет нашего законодательства, мы это, по всей вероятности, не будем включать, наше законодательство. Мы не хотим стать, ну, таким, орвельской полиции мыслей, да, мыслей, потому что тогда вы можете тоже задавать вопрос, а кого вы встретили на улице, а с кем вы там говорили, да, ну то есть вообще никто ни с кем не будет говорить, конечно, чтобы мы приняли хорошее решение, нам надо говорить с много людьми, нам надо думать на эту тему, но мы хотим, чтобы все весомые интересы, если я получаю 100 писем и потому подаю какие-то конкретные поправки в этот закон, который мы рассматриваем, то мы это хотим решать с точки зрения обязательств должностных лиц. Например, ну то есть, чтобы, потому мы хотим завести список встреч, то есть открытые календари самых высоких должностных лиц. А в парламенте, как и в правительстве, создать, в правительстве у нас есть, но в парламенте у нас нету то, что мы называем законодательной пяткой, то есть когда кто-то проходит, чтобы это было видно, когда я подаю законопроект или поправки, чтобы я была обязана писать, с кем я консультировалась, чтобы это была обязанность. Пока этого нет, и депутаты этого не делают, даже если они, если нет чего скрывать, но просто нет такой культуры, и ты просто пишешь, что это мои поправки, хотя они, ну, как бы твои, но идея была у кого-то другого. И мы хотим это поправить, чтобы в законе это было написано, и потому люди смогут до сих пор писать письма и ходить на демонстрации. Это не надо будет регистрировать в регистре, это будет частью демократического процесса, в котором мы принимаем решения. Нашим слушателям, я напомню, телефоны прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9, мы говорим о том, что может стать действительно таким, ну, мне кажется, большим знаковым событием в истории нашей страны, идет обсуждение закона, ну, вот, как мы уже выяснили, не о лоббировании, а о прозрачности защиты интересов, так он будет формулироваться, и сегодня с нами на прямой связи руководитель рабочей группы этого закона и один из основателей общества открытости Делна, Инесса Войко, мы будем рады, если вы, тоже обращаясь к нашим слушателям, примите участие в обсуждении, но вот, ведь лоббирование интересов может быть не на уровне частных лиц или бизнеса, но и на уровне государства. Я читал о том, что Латвия за, ну, вот, в начале нулевых годов очень активно лоббировала, например, вступление в НАТО и нанимала специально лоббистские компании в Соединенных Штатах Америки для продвижения вот этих своих идей. Израиль очень активно занимается лоббированием интересов своей политики. В Соединенных Штатах Америки вот очень активное армянское лобби, которое вот в конфликте с Азербайджаном как бы продавливает какие-то решения больше, которые, ну, вот, в свою пользу. Вот это лоббирование интересов на международном уровне, оно регулируется какими-то законами и вот как здесь происходит? В конце концов, ну, в Америке это лоббирование с точки зрения принимающего, принимающей стороны, это лоббирование законодателя США. И они, как таковые, и должны регистрироваться. И эти частные лица, которые нанимала Латвия и организации армянов, организации стран Балтии, они тоже, особенно во время Советского Союза, были очень сильны и очень много что сделали, и чтобы Америка о нас, даже оккупированных, не забыла. Но они, они считаются организациями, профессионалами, которые регистрируются в США. В Европейском Союзе, которая является международной организацией, есть вот этот регистр прозрачности. Я не знаю, я думаю, что на уровне ООН, на уровне, например, сейчас, наверное, многим интересно, что происходит в, как у нас называется, по Саус-Вес-Липс-организации. Да, это ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Да, Всемирная организация здравоохранения, да, кто и как с ними и говорит, и как они об этом докладывают, у меня пока нет интересов, но я информации, но то, что я видела за эти 20 лет, которые я привела в, ну, как бы, в сфере антикоррупции как эксперт и активист, я вижу, что, ну, подтягиваются, подтягиваются все организации. Было время, когда Международный валютный фонд, Международный банк, Всемирный банк, они говорили, нет, мы не занимаемся коррупцией, мы экономика или мы финансы. Тогда Всемирный банк сказал, да, мы будем проводить исследования, мы будем помогать странам бороться с коррупцией, а валютный фонд до сих пор говорил, нет, мы только финансы, они даже в Латвии, я помню, 10 лет назад, когда у нас был финансовый кризис, они приезжали и, ну, тоже интересно себя вели, были готовы встречаться тоже с людьми, которые у нас проходят по криминальным делам, по коррупции, и мы спрашивали, почему, ну, как вы так можете, какой сигнал вы даете, они сказали, это к нам не относится, но сейчас они вот как раз после вот этого кризиса, они так взяли на себя ответственность за антикоррупционные реформы, что, например, в Украине они стали главным предвлигателем реформ, потому что, ну, если не будут реформы, они говорят, мы вам денег не дадим, и это как раз, ну, заставило парламент и правительство Украины что-то делать, так что, я думаю, международные организации подтянутся. Мы, наверное, в Латвии дипломатов и лоббистов, у нас их не очень много, у нас профессиональные лоббисты из Америки, не только послы этих стран, появляются очень редко, и мы, наверное, их пока в этом законодательстве не будем регулировать, а то, что послы ходят в гости к министрам, к генпрокурору и так далее, я надеюсь, мы тогда увидим в их календарях, в календарях должностных лиц, что вообще вот такое действие происходит. То есть, эта открытость, она позволяет контролировать и предупреждать коррупцию и делать более прозрачным принятие решений? Принимается, да, что открытость, она позволяет создавать подотчетность. Ну, подотчетность, это accountability, да, по-английски, она связывается и с контролем, конечно, нам и в этом законе, который мы пишем, и вообще нужен контроль, но часть всего все-таки вот такая общественная подотчетность для всех. я думаю, если есть какой-то, ну, не знаю, дипломат, который хотел бы ходить к генпокурору, если он будет знать, что это появится открыто, то он, ну, наверное, каждый месяц не будет туда или каждую неделю ходить, да, это общепринятый такой метод, да, что если что-то становится открытым, то оно как-то меняется, и как раз вот этим законом мы тоже хотим просто зажечь свет в комнате, чтобы этих черных котов, которых нам не надо принять решение, то есть этих лоббистов, которые продвигают интересные, которые не в общественных интересах, чтобы мы их лучше видели. Сейчас мы просто не знаем, кто вообще ходит и как. Мы немножко знаем, но не все. 6, 7, 212, 93.9, телефонный звонок, здравствуйте, доброе утро. День добрый. Такой вопрос, пожалуйста, скажите, вот давайте немножко вернемся к ситуации с вступлением в НАТО. Государство, государство на основе своих знаний, на основе изучения ситуации было, понимало, что вступать в НАТО есть обязательно необходимость. это было одно лоббирование государством этой темы. С другой стороны, было лоббирование, ну скажем так, Кремлем, Россией не вступать в НАТО. Это были определенные люди, которые кричали, что это страшно, это то, это вообще. есть лоббирование с одной стороны, лоббирование интереса с другой стороны. Простой человек, он, как и разобраться ему, с одной стороны лоббирование вступать в НАТО в ЕС, с другой стороны есть лоббирование других кругов не вступать в НАТО и в ЕС. Так будет лучше. То есть они имеют прямой интерес на данное государство, скажем, чтобы оно развивалось в фокусе, в ракурсе не и западного мира, а в другом, восточного мира. То есть вопрос в том, что как разобраться, какое лоббирование есть правильное, вот как простому человеку вы, то есть понимаете как, лоббирование, то есть как убедить, что ваше лоббирование, допустим, или другого человека есть правильное, вот в чем дело. Это очень просто. Таких стран, они законны и, значит, легитимны, и они должны быть выслушаны. Вопрос не в том, что они не должны быть выслушаны, что есть правильные и неправильные. Это, конечно, работа законодателя принять решение, которое балансирует эти интересы в интересе большинства общества Латвии. Всегда, конечно, такие законы, когда всем хорошо, наверное, совсем всем очень трудно принять. Так что мы смотрим на то, что все интересы легитимны, и мы просто хотим знать, кто и как влияет, потому что это политики, которые принимают решения, как они понимают волю народа, как нас избрали. И потом, если мы не так работаем, нас уже не избирают. Это уже политический процесс, и лоббирование только одна часть всего этого политического процесса. Я думаю, вступление в НАТО было как раз, ну, частью вот такого большого политического процесса. И то, как страны друг на друга влияют, в том числе по средствам массовой информации, потом, как идет пропаганда туда и сюда. Это уже тоже очень важные вопросы, но те, которые мы как раз вот этим законом не будем решать. Инесса Войко, депутат Сейма и руководитель рабочей группы, разрабатывающей закон о лоббировании, ну, или прозрачности защиты интересов. Доброе утро, здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Госпожа Войко, вот хочу вас спросить, как эксперта по коррупции. Вы знаете, у нас замечательные законы. Но вот хотелось бы видеть не только замечательные законы, но еще и их замечательное право применить. И вот расскажите мне, пожалуйста, о результатах деятельности КНАП за все время с его основания. То есть мы постоянно слышим, что КНАП что-то кого-то где-то. А то есть о реальной посадке, я, например, могу припомнить только одну. Госпожу Стабиню посадили. Все. Когда нашли в Египте. Что-то вы мне можете сказать по этому поводу? Может быть, процентуально, например, сколько дел КНАП открыл? И сколько человек получили реальные тюремные сроки за свои преступления? Спасибо. Спасибо. Партистика, конечно, больше, чем некоторые люди, которых вы упоминали. Есть тоже такие более громкие, высокие, весомые дела. В Рижской думе не только Стабиня были уже сколько лет назад. Белныш Трампс и некоторые другие в отделе по департаменте по развитию тоже было большое дело. Раскрыли коррупцию. Очень большое дело, по которому еще ведется расследование, ну, судоводство Латвенерго. Ну, вот там мы видели, да, лоббизм и коррупцию на самом высоком уровне, когда международные компании, там, турецкая, испанская еще какая-то, платили большие деньги, чтобы получить контракты в нашей энергетической компании. Как раз я сегодня буду в парламенте позже говорить тоже про коррупцию и про дело, о котором мы узнали в конце прошлого года. И это взято число в других странах, это наше обязательство по конвенции OECD, что взято число в других странах, тоже пресекается так же, как в нашем, ну, в самом государстве. И у КНАБа дело по одной IT-фирме, которая давала, ну, как будто давала взятки, пока еще идет судоводство в Белоруссии. Два миллиона там за пять лет они заплатили. Вот это КНАБ сделал. В последнее время я вижу, что КНАБ как будто занимается такими мелкими делами. Тоже на моих коллег в парламенте завели дело про то, что там квартиру не ту должностную использовал. Это, конечно, важно. Должностные лица не должны даже мелочи делать что-то, что не честно. Но я очень жду следующего дела Латвенерго, потому что это один из поводов, почему я решила после долгой экспертной жизни пойти в политику. Потому что я видела, что наша борьба против коррупции идет очень медленно. И что, может быть, и что в ней участвуют политики. Я думала, что если я пойду в политику, что, может быть, я хотя бы тем, что я буду заниматься чем-то другим, ну, например, принятие этого закона, что мы можем как-то повлиять на политическую среду. Ну, вот вы сами упомянули о том, что, в принципе, решение принимает конкретный человек, конкретный чиновник. И понятно, что он может предоставить контракт или этой компании, или этой. Он может проложить, принять решение, пойдет дорога по одному участку или по другому участку, и много, и на самом разном уровне. Вот как сделать так, чтобы исключить коррупцию в принятии этого решения? Что может, и может ли вот закон о защите прозрачности, защите интересов, вот как бы помочь убрать коррупционную составляющую? Коррупционную составляющую поможет убрать не только этот закон. Это одна часть, где у нас еще нет закона. У нас, как говорил, вы, наверное, говорили, или слушатель говорил, что у нас слушатель говорил, что много хороших законов, но как мы их внедряем? И о том, как мы организуем закупки, как самоуправление организует закупки. Мы слышали очень много про Рижскую думу в разных сферах. Нам очень нужны сильные правоохранительные органы, потому что те люди, которые видят возможность и захотят ее употребить, такие будут всегда. Но их надо ловить и наказывать. И нам нужна хорошая система по закупкам, чтобы она была прозрачная в плане планирования, потом уже внедрение и потом уже отслежение, чтобы, ну вот как по мосту южному в Риге, да, что сначала его очень дорого начали строить, но потом сказали, вот строители сказали, денег нет, платите нам еще, занимаются вымогательством, в смысле, может быть, выигрывают контракты по малой сумме, а потом говорят, что еще надо. Очень много разных трюков, и это не закон по лоббизму, это уже отношение благого управления, как вообще идет про проектоведение. И это в каждом департаменте, в каждом министерстве очень довольно легко отслеживать, если есть руководители, которые хотят за этим смотреть, и есть процедуры, где нельзя, вот как вы говорили, что один чиновник это принимает. Важные решения не должен принимать один чиновник, там должен быть принцип и четырех глазов, и еще больше, чтобы проверялось. Еще звонок в нашей студии, здравствуйте. Добрый день, будьте так любезны, вот все говорят об афере компоненты обязательной закуски, если это афера, то открыты ли дела конкретные, это раз. И второй у меня вопрос по поводу господина Микельсона, в общем-то дело было открыто давным-давно, до сих пор никакого результата. Спасибо, да. Ну, два вопроса сразу. Ну, там, в Латове Наргус, начнем с Микельсона, ну, там очень объемное дело, 15 стран, 30 эпизодов. Как КНАП в то время смог это сделать за два года и расследовать, это вообще во всем мире удивляются. После этого, конечно, уже таких качественных действий не было. Они разделили это криминальное дело на несколько частей. Частная фирма уже признала свою вину, там еще идут процессы, и они, то есть что-то уже сделано. Сделано не так, чтобы все, но то, что у нас суды идут долго, это тоже, конечно, факт, это тоже плохо для тех людей, которые подозреваются, потому что, если они невиновны, я не говорю, что это в этом системе, но вообще суд должен быть четкий и быстрый. И первая часть вопроса я уже... Первая часть была, это компоненты обязательной закупки, косы, да. Ну, сейчас Министерство экономики уже при предыдущем правительстве, ну, открыло всю эту систему и тоже проводятся криминальные дела по некоторым фирмам, которые подали эти лицензии, что они будут заниматься продажей, производством электричества и получать эту ОИГ. Так что реформа ведется, она идет, к сожалению, вот если вам надо звонить и спрашивать меня, как это все там происходит, значит, Министерство экономики работает плохо. И это я вижу в парламенте, у нас партия пришла в парламент, которая сказала, будем ликвидировать ОИГ. Тоже депутат Заринча, Цаскани, он тоже все время об этом говорит. И то, что они уже, мы тут два года в парламенте, до сих пор могут подавать какие-то популистические решения, и Заринч может об этом говорить, говорит, что Министерство работает, может быть, и хорошо, но мы об этом не знаем. И у нас нет дискуссий, как это лучше бы могло происходить, но я уверена, что после всего, что известно об этом, что много чего уже поменяется. Но я тоже бы хотела знать лучше, что и как Министерство в данный момент увидело, потому что, что я видела в своей экспертной жизни, что как будто все хорошо, как будто вот есть криминальные дела, кому-то остановили лицензии, они там прошли аудит сделали и решили, увидели, что некоторые вообще этим не занимаются, лицензии аннулировали, кого-то завели дела, но кто-то, может быть, скользнет. Вот это я хочу, чтобы не было, и об этом у меня информации нет. Так что, если у ваших слушателей есть информация, пожалуйста, приходите ко мне в парламент, свяжитесь со мной, проинформируйтесь. Спасибо. Да, спасибо. Еще один звонок успеем. Доброе утро. Ну, вот если вы замечаете, как вы отвечаете, то есть как должно было бы быть, ну вот максимум 54 погибших, и как должно было бы быть, есть пример Польши, где за два года разобрались и посадили, и, значит, более-менее справедливо. То есть о чем вообще можно говорить, о каком правильном правоприменении, вот как говорил один звонивший, если вы вот комментируете, вы, и все время в тональность, должно было бы быть, я сожалею, но ничего нет, по факту. Вот максимум, как вы прокомментируете? Ну, я здесь могу сказать, что я большую надежду связываю с нашим новым генпрокурором, юристом КАНС, который должен привести в порядок работу генпрокуратуры. И как раз, и тоже, конечно, расследование на уровне расследования в полиции. Мы очень долго в политике тоже не смотрели на то, чтобы наши правоохранительные органы работали хорошо. Это, наверное, тоже кому-то было выгодно. И потому это долго, и потому непонятно. Это судьи сказали, что прокуроры не проделали работу, или наоборот. Нам нужно больше доверенности к нашей судебной власти. Но мы, по-моему, очень такие пессимистичны, потому что много чего, ну, такая программа «Минимум» или во многих вещах у нас даже не сама программа «Минимум» в Латвии есть, но нам надо, конечно, работать лучше. Потому я очень рада, что вот этот законопроект, о котором мы сегодня говорим, что мы нашли вот эту магическую, мистическую, политическую волю насчет законопроекта о лоббизме, мы ее в парламенте нашли. У нас коллекция из пяти партий, но в нашей рабочей группе мы работаем все фракции. Все фракции парламента мы работаем вместе, чтобы такой закон был. Я надеюсь, что так и останется до конца разработки. Конечно, по деталям, наверное, когда мы дойдем до деталей, пока мы делаем обсуждение про принципы, и я бы хотела тоже сказать насчет чего, что хорошо, первый раз парламент делает такое общественное обсуждение. Обычно это происходит на государственном, но на министерском уровне. Но сейчас мы решили, что у нас закон по лоббизму, по открытости лоббизма, защиты решений, и мы должны сделать этот процесс тоже очень правильным. Потому что мы хотим выслушать всех, кто хочет в этом участвовать. Спасибо большое. Я очень надеюсь, что мы продолжим действительно разговоры. По мере продвижения этого закона мы будем информировать общество, наших слушателей о том, как это происходит, и мы еще с вами продолжим эти беседы. Я напомню нашим слушателям, что депутат Сейма и руководитель рабочей группы, которая сейчас разрабатывает закон о прозрачности защиты интересов. Инесса Войко была с нами на прямой связи. Спасибо вам большое. Хорошего дня. До свидания. Большое спасибо вам тоже. Хорошего дня. До свидания. Мы продолжим буквально через несколько минут новостями, а потом продолжится утренний интерактив, в котором мы поговорим о новой этике в кино и не только. Мы знаем.